Мы назвали «Зэки Шойгу», ну, естественно, использовали букву «З» как символическую, используемую российскими оккупационными войсками, и, собственно говоря, решили вот о чём поговорить. Сейчас уже совершенно очевидно, что на Купинском направлении, там, где собрана группировка до 120 тысяч, как говорят, ну, кто говорит 100, кто говорит уже 120, одним из важных ударных подразделений является «Шторм-З». Причём есть уже и пленные, естественно, они до этого были, и, там, понятно, количество убитых, и мы вот слышим и знали об этом, но сейчас уже как-то картинка сложилась окончательно, что это те же самые осуждённые, которые по контракту с Минобороны уже в рядах Министерства обороны в эти подразделения направляются, соответственно, для участия в боевых действиях и так далее. Вот мы хотим всё-таки разобраться с ними окончательно. И почему? На контрасте с Пригожиным, поскольку в ЧВК Вагнер, мы помним, тоже набирали осуждённых из мест лишения свободы под шестимесячный контракт и под дальнейшую амнистию, точнее, извините, не амнись в помиловании у меня в голове всё-таки, естественно, помилование, которое применялось по схеме, значит, до, но с реализацией после этих шести месяцев доживало немного до этого момента, но, тем не менее, в общем, какая-то часть сумела в дальнейшем, оставшись живых, вернуться домой. Вот просто интересно, а как это происходит в системе Министерства обороны? Да, закон лицам осуждённым дал такую возможность, непогашенной судимостью дал такую возможность в Министерство обороны, в системе также, значит, оказаться по контракту, видимо. А вот мне интересно, как их освобождают от отбытия наказания, от всего остального, как там порядок складывается? Ты что-нибудь об этом знаешь? Можешь нам рассказать? Мы достаточно много об этом знаем, мы проводим эту тему независимое расследование, собираем материалы. По сути дела, это тот же самый проект К, который они рекламировали и создавали тогда Путин с Пригожиным, только без Пригожина, без кувалды и без мощнейшего пиар-сопровождения и рекламы, в которую Пригожин тоже вкладывал сотни миллионов рублей ежемесячно, похищенные из бюджета России. Все остальное ровно то же самое, начиная с февраля-марта этого года полковники Министерства обороны, особенно один из них самый известный такой рекрутер, полковник Смирнов, они объезжали из правительной колонии, заманивали практически тем же самым, что и Пригожин, помилованием, государственными наградами, зарплатами, выплатами порядка 200 тысяч рублей в месяц. Все то же самое. Но обещали, что по головушке не будет бегать больше кувалдой и, соответственно, обещали, что командовать ими будут не головорезы, которых из Сирии отозвали, а кадровые военные. Во многом обманули, конечно же, обманули, потому что в целом ряде подразделений так называемого Шторма-Зет, есть одно из ответвлений, называется Север-Зет. Большая часть командиров, которых ставят над заключенными, это те же самые вагнеровцы, те же самые наемники, которые просто сбежали вовремя от Пригожина, переметнулись, подписали сами контракты и стали военнослужащими Российской Федерации. Например, один из этих отрядов Север-Зет возглавляет Михаил Шлянин с позывным «ректор», это инструктор ЧВК Вагнера из Сирии, который со временем потом в дальнейшем примкнул к Минобороне и командует этим подразделением, продолжает гробить российских заключенных. Выглядит это следующим образом. Вербовщики приезжают, озвучивают условия, оперативники на местах заранее создают за несколько дней, а в некоторых учреждениях за несколько недель невыносимые условия, постоянные обыски, избиения, провокации. Им активно в этом помогают и с одной стороны актив внутрикамерная агентура КАПО, и с другой стороны не меньшую роль принимают участие так называемые блатные, которые в большинстве своем уже достаточно давно плотно сидят на карандаше, являются негласной агентурой либо ФСБ, либо главного оперативного управления в Синроссии, и которые со своей стороны создают умышленно давление на основную массу заключенных, это и придуманные карточные долги, это и угроза понижения в статусе и так далее. В нескольких учреждениях даже проходили так называемые прогоны, вот эти вот бумаги, подписанные теми, кто пытается себя называть вором в законе, хотя за пределами Российской Федерации к этим людям уже отношения именно как к агентам ФСБ, которые там давали какие-то даже преференции в среде заключенных, что вот кто соглашается ехать на войну, с тех никакого спроса, списывать карточные долги, в общем максимально облегчает им такие условия, чтобы они как пробка из бутылки шампанского вылетали в сторону фронта. Ну а дальше все по старой схеме, ровно то же самое, что и с Пригожным. Приезжают автозаки, грузят их, приезжают на военные аэродромы, либо если где нет военных аэродромов, тогда вот на базовый региональный аэродром. Туда прилетают ИЛ-76 Министерства обороны, те же самые, которые Пригожину таскали заключенных. Они точно так же заключенных перевозят, доставляют на территории сопредельные с оккупированными, как правило это Ростовская область, военный аэродром. Разгружают и уже везут в лагеря слаживания, робу меняется на военную форму. У нас есть некоторые видео, которые мы до сих пор пока еще не опубликовали, планируем сделать в ближайшее время. В летний период их переместили в леса, такие лесополки, чтобы там прятать, чтобы их скрывать, потому что в весеннее время активно ВСУ разбивали с помощью хаймерсов и других современных видов вооружения все эти общежития, которые они использовали для проживания. Соответственно, их переместили в палаточные лагеря, в землянки, где они, собственно говоря, жили, где их вооружали винтовками Мосина и какими-то старыми 40-50-летней давности автоматами. У нас одно из этих видео, которое мы готовимся опубликовать, там прямо видно, как вам говорят, эти винтовки Мосина, из которых они там тренируются стрелять. Чтобы было понятно тем, кто не специалист в этом, винтовка Мосина была разработана больше ста лет назад, можно в Яндексе или Гугле это посмотреть. Она в конце 1895-м, по-моему, я боюсь соврать. Да, 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 соответственно, да. Она модифицировалась чуть-чуть, но она очень старая. Да, то есть, ну, это вот мы говорим про 2023 год и так далее. Вот, ну, а дальше их толкают на передовую. На передовой та же самая история. Шаг назад, расстрел. Попытка сдаться в плен, со спины наносят минометные, артиллерийские удары, там, из пулеметов стреляют и так далее. Та же самая система, вот, условно, которую там, ну, принято называть заградительными отрядами. По сути дела, это командиры, это помощники командиров, которые стоят за спиной, которым периодически дают вот это вот живое мясо, чтобы их там бросали на передовую. Если те, соответственно, бегут назад, их, ну, как уже второй год это вошло в обиход, да, их обнуляют, их там расстреливают. То есть, в подразделениях, подконтрольных Шойгу, по сути дела, те же самые нарушения прав человека, те же самые нарушения обычаев войны, та же самая мясорубка, только растянутая практически по всей линии фронта. Зачем она им нужна? Очевидно, нету очередей желающих записаться в военкоматы, ехать воевать против Украины. Вот они отсутствие желающих заменяют заключенными. Более того, есть важное дополнение, которое я хотел бы здесь у тебя озвучить на канале. Начиная со 2 августа поступило прямое указание от руководства ФСИН России во все территориальные органы готовить списки. Начался рейд и на уровне начальников отделов региональных управлений, начальники учреждений готовить списки, кто проходил военную службу в армии, у кого есть водительское удостоверение, какие у кого полезные могут быть профессии, как их можно использовать для фронта. Причем это списки не каких-то, скажем так, в кавычках добровольцев, хотя в полном смысле слова они, конечно, не являются добровольцами. Человек, который бежит от пыток, от швабры, от кипятильника, от изнасилования, от переводов в касту униженных и петухов. Понятно, что добровольцами их нельзя называть. Но, тем не менее, если раньше хотя бы формально у них какое-то заявление от них отбирали и вынуждали их подписывать 7-8 подписей в различных бумагах, где человек отказывался от своих прав, готов был на всевозможные ограничения, то сейчас просто они готовят эти списки, так как уже, в принципе, даже вот эти условные добровольцы закончились, и их по спискам в ближайшее время будут отправлять, а в некоторых учреждениях уже отправляют, не спрашивая, хочет человек или не хочет. Вот, собственно говоря, вот такая картина маслом. Огромное количество тех, кто мечтает покинуть ГУЛАГ 21 века, но при этом не хочет воевать, а пытается использовать это как какую-то уловку, как возможность покинуть пыточные застенки. К чему это приводит? Очевидно, огромное количество немотивированной публики, из которой невозможно построить какую-либо армию. Единственное их предназначение – это просто быть минным, пушечным мясом и экономить силы кадровой армии. Так, 23 700 нас смотрят, 7500 поставили лайки. Мы продолжаем, мы всего лишь там 12 минут в эфире. Но вот смотри, вопрос какой. Оценивают, что на Купинском направлении, Шторм-З, который принимает активное участие в боевых действиях, их слайд вперёд, насчитывает от 3 до 4 тысяч. Вот ты можешь судить о численности вот таких зэков? Потому что хочется понять, во-первых, сколько за всё время зэков было направлено в ЧВК «Вагнер», соответственно, теперь уже в Система Министерства обороны, и какое количество, ну, может быть, есть какая-то хотя бы грубая цифра, это там, не знаю, там, 50 тысяч, да, 60 тысяч, там, совсем грубые, десятки тысяч хотя бы. И второе – это исчерпаем ли этот ресурс. Насколько мне известно, что где-то ориентировочно в системе пенитенциарной сейчас отбывает около 450 тысяч. Ну, на прошлый год это было 450 тысяч лиц осуждённых за разные преступления, они находятся и в общем режиме, и в усиленном, строгом, и так далее. То есть хочется понять, сколько они уже используют, 10%, 15%, 8%, там, какое-то хотя бы представление о том, значит, сколько ещё они могут швырнуть вот такого подневольной массы на фронт и так далее. То есть есть вот это понимание, потому что вот я повторяю на Купинском, например, оценивают Шторм-З до 4 тысяч, правда, неправда, может больше, но это явно меньше, чем было у Пригожина. Значит ли это, что их, в принципе, становится меньше, что ресурсы исчерпаем? Ну, во-первых, и у Пригожина не было разом 50 тысяч, так называемого, в ЧВК «Вагнер», вот эту террористическую организацию, они отправили почти 50 тысяч осуждённых. Более 22 тысяч погибли, либо в боях, сражаясь с ВСУ, либо в том числе есть огромное количество тех, кого они сами убили за отказ воевать, за отказ выполнять приказы, чтобы устрашать других и так далее. Поэтому вот эта цифра, я уже озвучил, да, если мы говорим про Пригожина, он угробил больше 22 тысяч россиян, в целом рекрутировав, забрав из колоний 49 тысяч, по-моему, там 650 человек мы подсчитывали, там сводили все эти списки. Это только убитых 22 тысячи, а есть ещё более 10 тысяч, получивших ранения, там, с ампутированными конечностями и так далее. Что касается Минобороны, то начиная вот с конца февраля до начала лета они отправили, рекрутировали порядка 20 тысяч осуждённых. Соответственно, летом вся эта история с отправкой продолжается. Ежедневно на горячую линию ГУЛАГУНЕТ поступают сообщения, обращения из разных регионов, из разных учреждений. Здесь забрали 50 человек, здесь забрали 100 человек и так далее. Всё это продолжается, мясорубка продолжает работать, поглощать людские жизни. Что касается ёмкости, вот эта вот цифра, 3-4 тысячи только на одном из направлений, она продиктована не тем, что они не могут туда завести 10 или 20 тысяч, просто они прекрасно понимают, что если туда завести несколько десятков тысяч осуждённых, то это получится армия, где произойдёт бунт, и может быть эта армия двинет на Москву, а может она куда-то в другом направлении двинет, просто сбегая, проламывая. Поэтому они держат столько, сколько они могут в случае чего накрыть авиацию, уничтожить, если где-то начнётся массовое восстание. А так в целом, по нашим данным, около 10 тысяч осуждённых единомоментно используются на разных направлениях. И, соответственно, это, по сути дела, практически постоянно возобновляемый ресурс, потому что механизм ареста и пополнения российских тюрем в тоталитарной системе Путина, он, ну что говорить, у них фантазии не занимать. Они могут арестовывать даже за белый листочек бумаги, как за антивоенную оппозицию. Как бы был бы повод, а статья у них найдётся. Соответственно, даже если в какой-то определённый момент ещё 50 тысяч, вот они в ближайшее время отправят и угробят, соответственно, у них ещё будет лимит, там порядка, как ты озвучил цифру, порядка 400 тысяч осуждённых, плюс они будут дальше арестовывать людей, менять меры пресечения, заменять условные сроки реальными, там подписки о невыезде, арестами и так далее. Это для них такая бездонная бочка, из которой можно черпать сотнями тысячи людей ежегодно. Понятно, что в какой-то определённый момент, наверное, у российского народа терпение лопнет. Но долготерпение, оно огромное, и сколько ещё десятков тысяч гробов им нужно увидеть в своих городах, чтобы прозреть и одуматься, это большой вопрос, для нас огромная загадка. Никто не думал несколько лет назад, что подобное возможно. А на самом деле оказалось, что невозможное возможно, и нет ничего невозможного, нужно просто знать историю. Я сейчас в рамках нашего расследования назад оглянулся, посмотрел на историю, как действовал Сталин. Этого нигде нету в той литературе, на которой мы росли, это нету в тех советских фильмах, но на самом деле речь идёт о сотнях тысяч заключённых, которых Сталин, начиная с 1941 года, отправлял на передовую. И именно благодаря вот этим огромному количеству узников ГУЛАГа, которых направляли на передовые, они как раз и не считали людей и клали их штабелями. Там под миллион человек из-за стенок за эти вот с 1941 по 1945 год они отправили. Поэтому здесь Путин с Пригожиным, они на самом деле не придумали какой-то новый велосипед. Они просто обратились к практикам, которые использовал Сталин Джугашвили по отношению к своему народу, который он абсолютно не считал, не берёг, а бросал любой ценой с тем, чтобы... Ну тогда, по крайней мере, действительно была оккупация со стороны Гитлера и вторжение со стороны нацистов. А здесь обратная история. Они сами стали этими фашистами. И в прямом смысле слова я теперь могу утверждать, что они стали нацистами в 21 веке. Это, наверное, отдельная тема для передачи, но если надо, я расширю, раскрою это моё утверждение.